Училась на преподавателя, но ограничивать себя стенами аудитории не стала. Екатерина Гид со стажем в профессии уже 13 лет. За это время провела сотни туров по краю и Республике Алтай. Говорит, на ее экскурсиях интересно всем, от школьников до пенсионеров. К каждому она находит свой оригинальный подход. Смотрите, какая прелесть. И каждый из моих экскурсантов, если это идет в программу, может посмотреть, потрогать данную орудую. А с другой стороны, если что-то попробовать. Сегодня, например, на экскурсии я использовала алтайский глинтвейн, сделанный на основе наших трав и ягод с алтайского края. Ну и, конечно же, можно же еще попробовать настоящие камни. Посмотрите. Вот хотите? Возьмите. Говорит, просто слушать люди давно устали. Современный экскурсовод должен придумывать новые фишки, чтобы заинтересовать любого. Работники туризма говорят, в профессию может прийти каждый, кто так или иначе связан с коммуникациями. Но обучение все же пройти стоит. Сейчас мы имеем лицензию, это образовательная деятельность, выдача документов государственного образца, это либо удостоверение, это 72 часа. Но это поверхностное, конечно, у кого есть базовое уже образование, и просто хотят подтвердить свою квалификацию и пройти аттестацию потом. И 250 часов, если это совсем переподготовка и выдача диплома. По словам экскурсовода, в период пандемии популярность на различные алтайские туры резко возросла, как и весь туризм внутри страны в целом. А с этим увеличилось и число желающих освоить эту непростую, но интересную профессию. Как сказал один мой хороший знакомый, сделай свое удовольствие, сделай свое хобби, работай, тебе никогда не придется работать. София Яценко, Вадим Быстревский, День с толком.